Создают такой вот, ну как бы это, точнее выразиться, темную окантовку создают, темную окантовку. Вот этот хаос упорядоченный, где-то он более ярко выражен, где-то он более тускленький, но тем не менее он присутствует, он создает вот эту притемненность с краев. Хаос, хаос, упорядоченный. Не знаю, что это за дерево, но такие вот ветки, пригибающиеся к земле, может быть подвесом упавшего снега, а может быть по природе, по своей самой. Так, ну что-то вроде у нас наметилось. Наметилось. Так, ну что-то. И примерно то же самое можно еще набрать вот в этом углу, чтобы у нас получилось что-то вроде вот такой арки. Природная арка из ветвей деревьев смотрится очень интересно и создает иллюзию уюта. Масленные краски чем хороши, тем что они как бы поточнее выразятся. Есть у них такое эластичность, свойство эластичность. По сути дела можно влепить объемы благодаря масленной краске. Акрилом работать я не предпочитаю. Акрил быстро сохнет, эластичности там немного. Ну а если акрил на водной основе, то можно, вполне можно писать в домашних условиях. Масло в домашних условиях писать сложно, потому что все-таки запах масляных красок не очень благоприятно воздействует на организм. Да все жены понимают это. Скажем так, не все жены одобряют. Так, сюда немножко описываем вот этой достаточной темноты. Так вот, писем здесь тоже таким, с элементом. Потому что это все равно веточки. Так, столбик у нас аж сюда выходит, да? Ну а давай мы его сюда вытянем. Все. Сейчас мы добавляем вот этот оттенок, добавляем светленький. Вот в этот оттенок я добавил белево-титановое. Сейчас посмотрим, как они в контрасте мало. Мало надо светлее. Как они в контрасте сработают. Вот уже. Еще можем добавить. Так. Еще надо добавлять. Но немного. Вот таким образом мы с вами сейчас наряжаем наши веточки. Так.